А вот эти действия власти ведут к революции, по сути, не толкают уже на противопоравные действия, потому что тогда людям нечего будет есть. Вы сколько угодно запрещаете всякие митинги, а на самом деле я вам напомню, что 23 февраля это не день защитников отечества, это день советской армии и военно-морского флота. Большей опасностью для олигархов, для так называемого крупного капитала является именно КПР. Все остальные нет, они этого не говорят, и поэтому реальные лидеры, против которой, или реальная партия, против которой все объединились, это, а я имею в виду, и ЛДПР, и правых так называемых, и любых разных расцветков, это только КПР. Против нее объединились все. На выборах президента вы это видели. Вот недавно, ну как недавно, уже больше года назад Орловский форум экономический. Представьте, какие там были предложения. Конечно, все объединятся, капиталисты будут против. Вот я лично предлагал, а давайте национализируем землю обратно. Я как вот, якобы олигарх и говорил, а пускай она будет как в Китае государственная, но на 99 лет отдана фермерам, ну и всем остальным в аренду. В полной гарантии того, что никто никогда не один. Только в том случае, значит, возможно, если гарантия есть государства, то какая разница, это средство производства. Ну и пускай оно будет, ну поскольку плодородие, почва и вообще земля это народное достояние. То же самое с крупными энергетическими топливными, ну различными компаниями сырьевыми. Ну почему кто-то должен пользоваться плодами народных богатств? Это же народные богатства. Нет, принадлежат народу. Ну почему кто-то покупает яхты, а кто-то не может свести концы с конца? Коммунисты, например, 15-х подряд говорили, ни в коем случае нельзя проводить так реформу здравоохранения. Ни в коем случае нельзя уничтожать сельские больницы, надо повышать зарплату. Их 15 лет никто не слушал. А потом пришла пандемия. И вы знаете, что произошло? Как бы ни крутились со статистикой, худшую ситуацию в стране, в мире, является Россия. Потому что, это же надо понять, что они же сами заявляют, что больше 300 тысяч смертей только из-за того, что мы оказались не готовы. Ну конечно, мы закрывали все инфекционные больницы, практически обезглавили здравоохранение. Если ты можешь переделать, например, торговый центр или какой-нибудь, не знаю, выставочный комплекс под больницу, то врачей ты сразу не переделаешь. Их нужно готовить. Их нужно готовить годами. Об этом и говорили коммунисты. И великий французский мыслитель сказал, тот, кто открывает школу, тот закрывает тюрьму. От обратного можно сказать, тот, кто закрывает школу, тот открывает тюрьму. Так и получилось. Но если вы не учите детей, не даете им образования, а потом не даете им возможность пойти работать, то в результате вы что получаете? Вы получаете то, что сейчас. Вы начинаете сажать этих детей в тюрьму. Потому что тюрьму у нас все больше и больше, а школу все меньше и меньше. Без стратегического планирования, без понимания, что ты строишь, работать невозможно. Коммунисты, под давлением коммунистов был принят закон о стратегическом планировании. И правительство Российской Федерации, не то, которое было раньше, под Медведевым, не примешусь, ни его не выполняет. А как ты можешь без планирования? Тут даже совпос, извините, без планирования не может. А уж страна вообще не может. Вот эти разговоры о том, что там рыночная экономика все вывезет. Ну и куда она вывезла? Вот сегодня говорили о тарифах. Слушайте, мы в Китае продаем электричество в разы дешевле, чем своим крестьянам. Ну, значит, поддерживаем китайскую экономику. А своих замордовали так, что уже никто работать уже не может.